приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра у нас еще агрогороскоп 1 апрель месяц и он посвящен цветам это те растения которые создают нам красоту и хорошее настроение так агрогороскоп цветовода на апрель 2023 года время киевское начинается месяц в знаке лев а это значит что мы можем заниматься только подготовкой почвы закрывать влагу убирать это все вот такие хозяйственные дела никак не беспокоим наше растение впереди у нас видите еще и полнолуние сожженный путь полнолуния поэтому никаких зеленых операций и обрезок только сухие можно обрезать веточки уборкой заниматься серьезно и пожалуйста закрывайте влагу обязательно вскопали что-то сделали закрывайте грабельками влагу для того чтобы она не улетучивалась апрельский ветер он быстро сушит все идем дальше 2 после 14 лучше после 15 часов когда уже будут работать энергии девы растущая луна это второе после 15 уже с 15 начинаем 3 все 24 часа и крайнем случае до 7 часов утра еще 4 что мы можем делать очень много можем сделать здесь посадка декоративных растений прошу услышите меня декоративные красивые лианы различные или же просто цветущие ранее весной и потом в течение года цветут очень много сейчас в садах таких растений они не дают нам ягод но эти растения дают нам красоту хорошее настроение вот эти все саженцы да и плюс хвойные дева очень любит хвойные растения если у вас есть такие и лесные кстати можно тоже высаживать только вот в деве не высаживайте наши вкусные эти вишенки сливы и черешни и персики не высаживайте мы 12 числа это сделаем а сейчас у нас цветочный агрогороскоп мы говорим о цветочных растениях и я вот это специально вам напоминаю для того чтобы вы не сделали ошибку будут цвести растения а результата не будет если вы будете высаживать садовые растения итак в деве мы уже разобрались с посадкой саженцев сеем семена цветов уже в открытый грунт высаживаем луковицы цветочные высаживаем отводки декоративных растений нарезаем черенки и укореняем черенки по поводу нарезки пожалуйста видите у нас полнолуние очень серьезный период зеленку приготовьте все срезы которые вы сделали на растении обязательно обработайте сразу же зеленкой итак у нас это исключение из правил вот этот период для укоренения наших череночков очень хорошо укореняется идем дальше пикировка цветы многих уже ждут пикировку пересадку перевалку посадку рассады цветов все это очень хорошо и поливы и подкормки пожалуйста тоже в этот период очень хороши и будьте внимательны у нас есть отдельный агрогороскоп по поливам подкормкам чтобы я здесь не выделяла внимания смотрите отдельно этот агрогороскоп и вы будете эту работу знать когда лучше ее сделать какие сроки а далее у нас сожженный путь полнолуния очень сложный период да кстати вот тут снова же поливы будьте внимательны посмотрите и подкормки здесь никаких поливов в весах вообще не делаем и подкормки тем более в весах и у полнолуния не подкармливаем растения и вот у нас завершается этот сожженный путь полнолуния 8 апреля после 7 часов 34 минут после 7 часов уже можно начинать пикировку пересадку перевалку посадку рассады цветов можно высаживать в этот период уже в открытый грунт те растения цветов которые готовы и можно будет их это все рассадные только в скорпионе не те которые у нас декоративные которые в деве мы могли а здесь растения традянистые вот эта посадка идет и поливы подкормки вот вечером 8 поливы подкормки напоминаю 9 у нас будет очень короткий период у нас луна без курса с 12 часов поэтому пожалуйста в скорпионе утром и пикировку перевалку пересадку посадку все это можете делать постарайтесь хотя бы за три часа до вот этого периода завершить эти работы поливы подкормки тоже очень рано рано это сделаете далее у нас знак стрелец знак стихии огня и после желательно уже 17 часов 16-30 всегда давайте чуть-чуть я учу запас потому что это у нас переход космический но он никогда не происходит вот так мгновенно идет процесс подготовки перехода вот видите луна без курса это подготовка луны к тому чтобы войти в новые энергии и затем нужно чтобы эти энергии установились и успокоились поэтому старайтесь где-то после 16-30 после 17 9 апреля можно сеять и высаживать вьющиеся цветочные декоративные растения стрелец их любит у них не очень большая корневая система и прекрасно получается именно вьющиеся можете и сеять в этот период именно цветочные вьющиеся растения получится прекрасно из плетистых вот розы плетистые различные иглианы декоративные тоже плетистые очень хорошо и это будет и 10 11 постарайтесь в утренний период завершить у нас лунное обескорство с 13 и 48 минус 3 часа хотя бы вы можете увидеть что здесь желательно до 10 11 часов эти работы завершить даже раньше вечером уже луна перейдет в знак озерог в 20-34 хорошее время если у вас есть возможность после 21 часа можно уже нарезать черенки укоренять черенки можно высаживать саженцы декоративных различных цветочных растений и других здесь все 12 число вот смотрите прекрасный день в козероге когда можно все высаживать или же вечером если у вас как раз в этот период еще светлая часть дня тоже используйте и можно в этот период также отводки вот эти лиан делать очень хорошее дело дальше можно высаживать рассаду все виды работы с рассадой пикировка перевалка пересадка и посадка рассады тоже очень хорошая здесь и травянистые и древесные растения подходят козероге и поливы и подкормочки очень хорошо провести смотрите у нас 13 это опасное время переход луны из 3 в 4 посадками не занимаемся и посевами а вот полив постарайтесь до обеда завершить полив можно проводить и подкормку потому что вечером уже будет переход в знак водолей это знак стихии воздуха и здесь будут водолея луна 14 и 15 здесь только испытания новых сортов цветочных растений и больше ничего можно технически какие-то работы у нас есть отдельный агрогороскоп зеленых операций тоже можно использовать или же обрезки садовых растений здесь тоже это подходит находите смотрите по времени для того чтобы я не тратила время идем дальше 16 апреля в рыбах уже будут находиться луна здесь очень хорошо пикировка пересадка перевалка посадка рассады цветов здесь травянистые рассадные растения высаживаются при хорошей погоде и продолжается эта работа и 17 это вот единственное что можно делать еще поливы подкормки снова возвращаю к агрогороскопу поливов и подкормок затем начинается такой период гекаты и подготовки солнечному затмению на волоне очень сложный период смотрите снова же на наши агрогороскопы другие какие работы вы можете там сделать вот 22 уже после 14 часов когда будет луна в близнецах вот это уже начинается чистая энергия можно высаживать луковичные цветы можно сеять семена уже цветочных растений близнецы обожают цветы только все эти работы и посадку и посевы проводите в заранее увлажненную землю очень хорошо посадить в это время многолетники можно поделить корневища и рассадить тоже прекрасно но не поливаем напоминаю и уборка цветника тоже это хороший период и так мы разобрали что еще можно делать с 23 и 24 желательно смотрите луна без курса у нас с 15 и 15 до 21 часа 58 минут значит надо вот минус минимум 3 часа 15 часов вы понимаете что нужно до 12 часов постараться эти все работы завершить и в этот период мы не поливаем снова же обращайтесь к агрогороскопу полива вечером луна в знаке рак с 21 до 1 часа 59 минут возможно кто-то в доме будет в этот период пикировка перевалка вы смотрите какие работы дальше продолжается тоже 25 26 это все виды работы с рассадой и в том числе и посадка посев в открытый грунт семян кроме посадки луковиц пожалуйста в этом знаке луковицы не высаживаем только в близнецах и в знаках стихии воздуха кроме водолея вот я назвала в эти работы здесь у нас посев семян открытый грунт поливы подкормки и работа с рассадой 27 28 это лев это вот это переходное время она выбивается из колеи но так как это здесь лев лучше заняться уборкой цветника закрывать влагу и больше никаких работ здесь не проводить с посевами и посадками это лев это знак стихии огня и этот период завершится 29 но и естественно во льве мы ничего не делаем а вот после 22 часов 22 30 лучше 29 и 30 все 24 часа что мы можем делать черенки на укоренение нарезаем и укореняем пикировка перевалка посадка рассады посев семян посев луковичных посадка луковичных цветов отводки декоративных растений укореняем полива подкормки вот видите какой объем большой объем работы можно будет выполнить 30 апреля вот у нас весь месяц такой у нас месяц это месяц апрель для цветоводов я думаю что уже сделали скрин ну а я вам сообщаю что его подготовили раиса горяченко александр волик этот агрогороскоп всего самого доброго больше как можно больше красоты вашей жизни мира и гармонии до новых встреч на нашем канале пока пока вітаемо вас на канале раиса горяченко дача сад город квити миру вам та добра и красы сегодня мы будем розглядать агрогороскоп квитникаря на квитень месяц 2023 року час киевский начинается месяц технічных работ потому что у нас это знак лев первого та другого до 13 годин 58 хвилин можемо подготовить грунт для посадки на месте где будут у вас квити рости закрити вологу та прибрати ваші місця де вы будете вирощувати квіти и не тільки квіти и декоративні рослини готуйте а уже після десь 15 години плануйте великий объем роботи це другого після 15 3 24 години и до 7 години ранку постарайтесь завершите ці роботи на потому что потому что у нас далее будет спаленный шлях месяц и повня что мы можем сделать как раз другого та третьего из ранку 4 можно съедать насынье квитов висадживать цибулины квитов размножить леани від ватками еще называют это очень хороший способ размножения декоративных леан можно нарезать живцы и заниматься их укоренением будь ласка там где разрезали эту рослинку зеленкой обязательно заместите это место где разрезано и можно работать с рассадой квитов пикирование перевалка пересадка посадка поливы и подживление ось такой великий объем роботи можно виконати в цей период а далі буде уже перерва будь ласка дивіться у нас є агрогороскопи поливу рослин подживлення тому будь ласка дивіться я тут не буду більше звертати увагу і єдине що підкажу що в цей час ми не проводимо коли повня не проводимо підживлення і не проводимо в терезах знаках стихії повітря поливи а ось дивіться восьмого уже коли зранку вийде місяць із цього стану спаленого шляху тоді вже після сьомої години тридцать чотири хвилини можна починати пикировання пересадку перевалку посадку розсади травянистих рослин це не для декоративних ми в це все посадили а тепер у нас розсада травянистих наших квіткових рослин поливи і підживлення ось увечері це ми вже робимо восьмого продовжуємо цю роботу дев'ятого будь ласка постарайтеся до дев'яти десяти годин саме пізніше провести ще поливи та підживлення чим раніше тим краще і можете завершити пикирування пересадку посадку перевалку розсади квітів далі уже ввечері буде перехід місяця в знак стрілець 1557 але краще почекати трохи і коли вже дійсно буде працювати енергія стрільця тоді можна працювати уже з рослинами які у нас називають плетистими плетисті рози плетисті різні ліани декоративні і можна сіяти насіння якраз плетистих квітів це для стрільця дуже добре коріння не сильно велике але вони гарно ростуть і завивають наші ті частини чи на винограднику чи якісь місця де треба закрити це дуже гарний час тобто увечері стрільці ми 9 10 працюємо з цими рослинами 11 будь ласка зранку далі місяць без курсу з 13 48 до 20 години 33 хвилини і вже ввечері місяць зайде в знак козиріх у 20 34 даємо хоча б годинку для того щоб енергії запрацювали добре козирожі і тоді можна буде увечері і 12 що ми можемо робити живці нарізаємо укорінняємо їх висаджуємо лігани оці відводками відведеннями розмножаємо наші декоративні рослини ми зараз говоримо про квіти але і нагадую що всі садові рослини теж в цей день 12 дуже гарний для посадки цих рослин можна висаджувати саджанці можна висаджувати і розсаду квіткових рослин можна з розсадою працювати будь-які агрооперації пікерування пересадка посадка і поливи і підживлення дуже гарні 12 до речі 13 у нас перехід але зранку ви можете ще привести і поливи підживлення дивіться агрогороскоп для поливів і підживлень там більш докладно про це ми говоримо 13 вечері місяць перейде в знак водолі о 23-43 і вже 14-15 буде знаходиться в цьому знаці а це значить чи можна висаджувати ці рослини які ви створили нові сорти квітів і для того щоб випробувати ці рослини як вони будуть далі собі вести а вже 16 місяць перейде в знак риби а що в рибах можна робити а в рибах можна заняться пікеруванням пересадкою перевалкою посадкою розсади квітів гарний час і поливи підживлення і це продовжується в нас і 17 17 ті самі роботи постарайтесь зробити їх до ну от 21-57 мінімум віднімаєте 3 години а краще 6 годин і тоді ви будете знати коли от наступний знак буде працювати і тут дивіться будьте уважні вже зранку почнеться час гекати 18 це буде 19 20 21 22 геката і працює сонячне затемнення дуже важкий період для рослин новомісяць ще у нас 20 тому ми пропускаємо весь цей період і переходим до близнюків які у нас уже 22 будуть в чистій енергії працювати це що можна робити після 14 краще 15 години це посадка цибулин квітів от в близнюках дуже гарно але поливайте завчасно грунт не поливайте посадку саму це дуже гарний час для того щоб поділити корневища квіткових рослин і розсадити її можна висаджувати рози хризантеми багаторічні рослини квітучі можна сіяти насіння у відкритий ґрунт і оце все можна робити ще 23-24 будь ласка до 11 години до 12 тобто тут от таку я вам границю не можу намалювати але постарайтеся щоб у вас був запас мінімум 3 годин уже до наступного знаку там бачите який у нас великий час іде для того щоб місяць відпочив місяць без курсу аж до 21 години 58 хвилин і вже в 21.59 починається енергія раку це можна в цей час робити вже ввечері пізно ввечері а також 25-26 коли місяць це вже зростаючий місяць в знаці рак сіємо насіння в відкритий ґрунт пікировкою займаються пересадкою перевалкою розсади посадкою розсади поливи та підживлення ось бачите в близнюках можна поділити рослини і там пересадити а до речі тут можна і полити вже в раці а от у цей період стихії води не можна ділити корневища вони будуть хворіти ми це вже перевірили і це кулини в цей час краще не висаджувати висаджувати в близнюках дуже гарний результат і 27 28 це знак лев тут перехід місяця з першого і в другу фазу складний період тому тут ніяких посадок прибираємо квітники закриваємо вологу це технічні роботи 29 технічні роботи майже зранку до вечора тому що в діву перейде місяць аж о 22 годині вечора дайте час трохи і в кінці от цієї доби 29 чим можна займатися до речі і 30 у нас буде продовження цього гарного періоду це можна нарізати живці укоріняти нагадую коли не різайте працюєте з зеленкою рослина яка залишається обробляти далі посадка пересадка перевалка розсади посадка цибулин насіння сіємо квіткові відводки робимо від відведення називають всі ліани квіткові які у вас є і хочете розможити ну і пливи і підживання як бачите дуже великий об'єм роботи у нас на кінець якраз все можна зробити запланувавши і обов'язково відпочинок відео підготували Рейса Горяченко та Олександр Волік бажаємо вам гарних квітів біля ваших будинків гарного настрою щастя ваші будинки і ваші серця миру та гармонії і ми говоримо що відео добігло вже до кінця час завершення прийшов ми обіцяємо що обов'язково з вами зустрінемося в наступних відео на все добре бувайте здорові Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!